Болен ли? Ты не болен, нет этого. А верное, печальное сердце твоё. Я сильно испугался. Да, и сказал. Он пришёл к цариуму выполнять свою работу. Второй этап был в голову. Второй этап был в голову. И я испугался и начал говорить. Да живёт царь вовеке, как не быть печальным в лесу моему, когда народ, когда город, дом, гробница, сом моего, в запустении, и ворота его сожжены в окно. Вместо того, чтобы начать оправдываться, он начал рассказывать царю свою печаль, своё сердце, свою боль. Знаете, когда в твоём сердце есть что-то, обязательно придёт время, когда ты встретишься с царём. Обязательно придёт время, когда ты станешь человеком, который задаст тебе уход. За что? За что ты плачешь? За что ты переживаешь? За что ты сострадаешься? Если ты скажешь, ну, у меня на солнце... Если ты начнёшь рассказывать своё переживание, если ты расскажешь свою боль и свою грусть, Найдутся люди, которые станут с тобой в одном сердце, найдутся люди, которые станут с тобой как один для того, чтобы решать какую-то проблему. Решать какую-то ситуацию. Обязательно. И он набрался дерзновения, чтобы рассказать царю о своей печати. Он даже не понимал в этот момент то, что он сделал в первой неделе. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу в детстве. И сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб будет предписов по им, то пошли меня в Лукею, в город, где городницы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, который сидели в фонде него, сколько же времени продлится путь твой, и когда возвратишься, и благоугодно было царю послать меня после того, когда я назначил дверь. И сказал мне царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не даю до тех денег. И письмо касал бы хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревья для ворот крепости, которые при доме Божьем, и для городских стен, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была на доме. То, что я говорил, подкрещение, это человек, который не имел никакого отношения к той стране. Первое, что он сделал, он стал называть Богом. Как дела в городе? Молодежь пресаживает на торговле. Это проблема с Богом. Начинаешь взбивать в Бога, начинаешь выбивать в Бога разные идеи, разные направления. Бог начинает взбивать. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога. Будет люди бояться, значит, в жизни понимают, что это шло здесь. Значит, церковь в Нью-Йорке мы начали шесть. Значит, церковь в Нью-Йорке — это был выбор. обеспечивать, развивать служение, развивать какие-то направления, даже те направления, которые мы делали в прошлом году, это вызов. Каждое направление требовало обеспечения. Бог не оставил ни на секунду. Мы выполнили все, все задачи, которые мы ставили перед субботниками прошлого года, мы все задачи выполнили, все проекты выполнили. И один не закрыл, независимо от пожертвования этого года. Почему? Потому что Божья рука. Божья рука не оставляет. В этом году мы удвоим проекты и удвоим разные направления. И я уверен, что Бог не в этом не встал. В этом году я перед собой взял вызов, я поднял палку в два раза. Я не знаю, как это будет, но я знаю точно, что это будет. Я знаю точно, что это будет. Какая будет команда мужчин. Бог приводит. Бог сегодня и отходил на Господа. Что это не встал? Наконец-то. Поворачиваю голову. Боже, думаю, слава Господу! Подтверждение от Бога. Мужчина будет. Если бы пришла женщина, я тоже был бы рад. Но это уважение женщин. Но это уважение женщин. Мужчины. В стране есть такое поверье первому заплату мужчинам. Мужчины. 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 Так что, знаете, не нужно переживать. Я понимаю, что любое призвание, любое призвание не стоит денег. Оно стоит быть, к сожалению, сезон в материале. И это такое поверье не стоит. И когда вы возьмете это? И это не стоит. Следующая причина, почему я отпускаю в Бог все служения и в группу поставлений участников, причем я отпускаю. Потому что я увидел, что в этих служениях и в этой группе нет людей. Когда у группы людей нет людей, это говорит о том, что это просто автоматически. Это просто, ну, лишь бы сделать. А нам не нужно это делать. 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 Знаете, что не за это не задают? Я говорю, нет, но это kannst не за вас. Это моё служение не за вас. Я должен ставить задачу, а вы меня должны. Уже настолько это стать. Пастыр, надо это, пастыр, надо это. Пастыр, мы хотим вот это. Пастыр, мы хотим вот так. Это говорит о том, что ты увидел. Это то, что неимение. Он пришел к царю, говорит царь. Он понимал, что достойный ему смерть, это его жизнь, достойный ему жизнь, что нужно потерять сейчас свою жизнь, прийти от печали, мало того, рассказать, почему тебе печаль, мало того, попросить, что тебе для этого нужно, это вообще, это уму непостижимо в той культуре. Поверьте, ничего не поменялось, только сейчас ты, возможно, тебе волну не поменялось, на решение какой-то проблемы, но ты встретишься с безразличными, безбесчастными людьми. Поверьте, я встречаюсь с этим постоянно. Я рассказываю, когда же в нашей церкви, я рассказываю на каком-то проекте, и потом, когда мы делаем призыв, помните, один из призывов, когда даже вот эта девочка с Украины, кинотанта, которую мы призвали, церковь собрала что-то там с чем-то новое, полная церковь людей собрали с чем-то новое, на билеты, на питание, и два с половиной месяца она не жила. И вопрос, а кто обладает, кто станет? Понимаете? И вот иди вот так вот. То есть это, это, это я говорю о нас, а вы представьте, когда какие-то проекты не обвижены в годы, я встречаюсь с такими людьми, у которых вообще фиолетовая ситуация. Я встречаюсь с распадлителем, у которого, ну, его предвыборная речь не соответствует, когда ты, когда его уже исправили, когда ты приезжаешь, я говорю, послушай, я делаю то, что ты, пообещал, а он говорит, извини, но это мне уже не было. Понимаете, то есть я встречаюсь с такими людьми, и тогда я заключаюсь в молодости, я говорю, послушай, ты только мне можешь выбирать то, что необходимо. И потому я делаю все те проекты, о которых я делаю, потому я тихаю, и все разные направления. Потому что у меня есть мечта, у меня есть мечта. Одна из, одна из, одна из, мига речи, которую мне есть, это чтобы, ну, сделать, ну, продолжаем, что я знаю, что Бог будет приводить, например, сам на все люди, которые через определенное время будут, 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 будут. Первое, что он будет, это они пойдут в какой-то социальный центр. Как я буду смотреть себе в глаза, когда эта женщина в таком возрасте не проводит последние годы жизни в таком обществе. И меня за это сердце боюсь, потому что я понимаю, что люди, которые в этом возрасте, они не смогут заработать денег, хоть бы они сейчас, слава Богу, все зарабатывают, чтобы себя обеспечить вокруг себя. Я не говорю о том, что те люди, которые потеряли в таком возрасте. Я так переживаю. Я переживаю за наших детей, что наши дети учатся не в том образовании, в котором мы бы мечтали, а у нас детей почти столько же сколько лет. Я переживаю за это. У нас, что самое интересное, два класса есть. У нас малышка одного возраста практически и подростки одного возраста. И они учатся не там. Я переживаю за это. Помните, я говорил, да? Я бы хотел, но у нас есть люди, которые могли бы сделать христианское образование на свете. Но у нас нет ресурсов, чтобы дать им хотя бы ту зарплату, которую они сейчас получают. Потому что если бы мы дали им эту зарплату, все, они пошли по собору и сделали христианское образование. Это первое, что это то, хотя бы с чего нужно начать. И опять же, да? Призы, да? Там следующее мое переживание. Это за, ну, центр, для зависимых людей. Потому что Бог приводит нас в новикадкое зависимое. Как бы дает нам детей, а мы даем этим детей на воспитание людям мамам и мамам. Естественно, мы не встречаем, не встречаем там то тепло и любовь, которое мы могли бы сделать. А для этого у нас это нет. Для этого, ну, мы делаем, почему мы там, ну, сделаем эти христианские пожертвования, там, или мы делаем какие-то проекты. Иначе все есть, иначе платы. Если вся церковь еще за это платы. Если вся церковь еще за это платы. Если вся церковь еще за это молиться. Если вся церковь как один на счет таких жить. Поверьте. Поверьте. Я помню, я когда-то говорил. Я просто подсчитал. Если вся наша церковь. Ну, все. Потому что если все будут, то вы все, все места не будете сеть. Если все. Если вся церковь. Если вся церковь. Каждающая церковь. Как один. На счет давать хотя бы 10 процентов. Своим 100 процентов. То у нас в год будет дохода. Нашего дохода. Плюс то, что мы делаем разные проекты. Ну, не больше миллионов. Где-то 1600. Так. Каждый год 600 тысяч. Как вы думаете? Сколько можно сделать проектов? А розыграть по другому? То есть, если мы прошлый год закрыли. 235 тысяч долларов. Ну, мы там сделали ряд проектов. Ну, какого-то. Удачи купили. Удачи купили много раз. Мы сделали какие-то проекты. Материал сделали. То есть, мы уже сделали какую-то. Ну, а дальше? 500 тысяч. Церковь. Как это? 500 тысяч пожертвов. Нет, ну что, 30 тысяч пройдет? О, видите? Ниша. Вот видите. Вы неправильно слушали. Мы не проели 30 тысяч. Я просто взял все наши проекты, связанные с подъерями, с поездками, с техниками. Там же 18 пунктов. Представьте, сто, восемьдесят тысяч. Мы выпрямили проекты. Но это шестьдесят тысяч. Для того, что только единицы. Ну, мы, опять же, в январе месяце конфеты открываем долго. В январе месяце пожертвование, ну, в полтора раза, не в два раза, в полтора раза меньше часов. Это, я думаю, о, люди услышали, люди услышали отчет и думают, зачем нам жертвы? Зачем нам жертвы? Дальше. Это завет. Это завет. Ну что ли? Так что, такая вот сегодня проповедь. То есть сейчас давайте мы... Кто готов заключать завет сегодня? Дело, вера. Все больше не делаем? Оля? Хорошо. Хорошо.